Приветствую, друзья! Меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер и руководитель системной студии по дизайну интерьеров. Я работаю уже более 17 лет, выполнил большое количество объектов, проектов. Если вы сейчас купили квартиру, либо дом, планируете сделать себе ремонт, хочу рассказать о самом важном, о том, как не потерять личных денег, о том, как правильно выбрать и проконтролировать подрядчиков, и о том, как сделать этот процесс в свое удовольствие. Для этого я разработал с нашей командой специальную систему работы. Заключается она в том, что вы проходите последовательно, пошагово все необходимые вещи, которые должен знать профессиональный дизайнер, профессиональный строитель, и вы становитесь профессиональным клиентом для того, чтобы действовать правильно, действовать слаженно, чтобы уметь контролировать подрядчиков. Все это дает очень важную часть, вас никто ни на каком этапе не сможет обмануть. Я знаю, что многие клиенты уже сами уже либо делали ремонт, либо думают, что знают, как надо делать, либо почитают, посмотрят материалы в интернете, и как будто становится все понятно. Да, это бывает так, и возможно у вас сейчас тоже есть уверенность в себе, что все получится. Я предлагаю за небольшое, в принципе, время просто проверить свои знания. Мы подготовили специальную методичку, которую с удовольствием вам презентуем и расскажем, и покажем. Эта методичка, этот материал, даже назовем ее не методичкой, а тренажером, который я представляю сейчас на этой странице. Я сейчас расскажу, из чего он состоит, как он работает, и как вы сможете использовать его для чего. Конечно же, для того, чтобы проверить, насколько вы подготовлены. Тренажер называется «Как не потерять деньги на дизайне, строительстве дома и ремонте квартиры». Создан для владельцев недвижимости, а также он очень будет полезен для начинающих дизайнеров, потому что не все дизайнеры знают, как правильно действовать. К сожалению, не во всех институтах и курсах учат правильную последовательность. Здесь вы сможете проверить свои знания, насколько вы компетентны в данном вопросе. Я создал эту методичку на основе нашей книги. Мы в том числе делали материалы по книге. То есть, если вы книгу приобретали, то многое там будет. Но в чем заключается отличие от книги? В том, что в книге вы просто читаете, а здесь вы сами отвечаете и сами понимаете, насколько вы готовы или не готовы. На какие вопросы мы здесь ответим? Самые явные, самые горячие вопросы. Где найти объективную информацию по процессу дизайн проекта, если первый раз делать ремонт? Какая правильная последовательность работы с дизайнером и строителем? Как вычислить и вовремя ограничить себя от непрофессионалов и мошенников, чтобы не потерять лишних денег? Из каких частей состоит дизайн проект? На чем можно, а на чем, самое главное, нельзя экономить ни в коем случае, потому что будет дороже? Самый важный вопрос, наверное, который волнует многих клиентов, чем отличается дизайн за 300 рублей и за 3000 рублей? Все мы видели вот эти рекламные сообщения, делаем дизайн за 1000 рублей, за 500 рублей, за 300 рублей, бесплатно сделаем, мы сами заплатим, чтобы сделать вам дизайн. Все это сделано для одной простой вещи, чтобы начать работу, а дальше в процессе дополнительные услуги навесить. Это происходит очень часто, в том числе и строители тоже, когда заходят на объект, очень часто дают минимальную стоимость. Они готовы подписать любые договоры и что угодно, потому что потом это никогда не будет соблюдаться и будут просить по факту, работа начинала, и уже будут просить по факту выполненной работы еще дополнительный денег, потому что не останавливается же на полпути. Вот такая стратегия у многих, чтобы в такое не попадаться, это один из таких примеров, обязательно нужно знать, как правильно работать с строителями и правильную последовательность. Как считать смету, чтобы обезопасить себя от личных трат? Очень часто дизайнеры, строители, поставщики пишут просто «цена под ключ». Вот что это такое под ключ, чтобы в этом не обжечься, нужно разбираться и цену под ключ нужно просить по определенному формату расписать. Как это сделать, мы тоже дадим, расскажем и обсудим. Я подскажу вам, как это сделать правильно. Также, как выбрать технически подкованного дизайнера с хорошим вкусом, при этом, чтобы у него была не такая стоимость, которая просто будет дороже вашей квартиры, допустим, либо дома. И как выбрать именно правильно соотношение цена-качество. Дизайнеры тоже есть разные, есть дизайнеры, которые придумывают, хорошо работают в 3D Max, а потом не могут настройки начертить ничего и не смогут провести правильную работу, не смогут воплотить. Бывают наоборот, дизайнеры все знают о строительных смесях и бывают даже строители-дизайнеры, но, к сожалению, с фантазией у них не очень. Расскажу, как можно двух дизайнеров взять, с ними работать, как взять менеджера, чтобы их контролировать, если нужно, как вообще этот процесс весь организовать, потому что правильная работа, экономная, начинается с понимания процесса. Здесь вы сможете точно ответить себе на вопрос, понимаете ли вы весь процесс или не до конца. Если не до конца, то здесь будут ответы, что самое важное и интересное. Какие работы вы можете взять на себя, что обязательно должен делать профессионал? Можно ли мебель подбирать самостоятельно? Можно ли делать планировки самостоятельно? Можно ли закупать, допустим, мебель, материалы самостоятельно где-то из-за границы? Сколько вы сможете на этом сэкономить? Как это делается? Обсудим здесь. Сколько времени занимает заказ, поставка черновых, чистовых материалов? Кто это должен делать? Строители, дизайнеры. Сколько это будет стоить для вас? Либо вы сами можете покупать. Тоже очень важная часть, потому что если не договориться, кто этим будет заниматься, этим будет заниматься кто-то, не так будет это все экономно, как хотелось бы, будут в целом дальше проблемы. Проблемы на самом деле будут именно у клиента, потому что на том, что клиент не понимает, как идет процесс, зарабатывают некоторые нерадивые и нечестные на руку дизайнеры и поставщики и строители. Я не говорю, что все такие, естественно, нет, но таких много. И ваша задача отличать правильного качественного специалиста, договариваться с ними не по понятиям, вот руку пожал, а именно по договору. Вот как прописывать договоры, вы должны знать, вы должны быть экспертом в этом вопросе, чтобы никто нигде вас не обманул. Об этом также здесь поговорим. Вы проверите свои навыки, и я дам рекомендации, как это делается. Тренажер в целом наш создан для клиентов. Что это значит? Это значит, что очень будет полезен. В принципе, я всем рекомендую за чашечкой кофе просто с утра попить кофе, позавтракать или чай, кто что любит, с соком, и просто почитать, посмотреть, заполнить. Это, уверяю, уже убережет вас от огромного количества трат. То есть вы буквально сэкономите сотни тысяч рублей и многие месяцы работы на переделке. Также будет полезен для дизайнеров, потому что многие сами дизайнеры после выпускного не понимают, как правильно работать и как правильно вести взаимоотношения с клиентом, со строителями, а клиент просит. И дизайнерам тоже нужно быть подготовленным. Вы можете проверить на данный момент свои знания, насколько вы в целом готовы. Это не с точки зрения, как вам кажется, а по факту. Все задания и все вопросы, они из практики взяты, из практики действующей студии. То есть из нашей студии, соответственно, мы как работаем, именно такие требования мы предъявляем к нашим сотрудникам. Чтобы устроиться к нам на работу, младшим даже дизайнерам или менеджерам, нужно все это знать и уметь обосновать, уметь отвечать за эти вопросы. То есть кто наберет максимальное количество баллов, вы тоже можете попытаться устроиться на работу в мою либо в любую другую компанию и вас с удовольствием возьмут. Некоторые дизайнеры уже прошли данный тренажер, дали отзывы. Если вы захотите, тоже сможете пройти. И также я на этой страничке опубликую ваши отзывы. Можете оставить даже страничку на сайт. Этот тренажер не сделан для того, чтобы только к нам направлять клиента. Этот тренажер сделан для того, чтобы клиент смог сделать правильный и осознанный выбор. Поэтому у нас конкуренции никакой нет. Пожалуйста, можете также размещаться, проходите тренажер, пишите отзывы. И я думаю, что мы на этот тренажер даем рекламу, чтобы он продавался. Соответственно, мы как хотим? Мы не хотим зарабатывать на нем деньги, но мы хотим, чтобы реклама у нас окупалась. Чтобы вы его увидели, чтобы вы его нашли в интернете, мне нужно делать какую-то рекламу. Реклама стоит денег, к сожалению. Поэтому так я бы с удовольствием вам все это отдавал, потому что информация очень полезная, очень важная, очень нужная. Поэтому, если вам это нужно, важно, я не думаю, что цена чашки кофе с печеньком остановит вас от правильного решения. Если не до конца важно и нужно, либо вы не доверяете мне, либо не доверяете этим навыкам, то, соответственно, вы можете просто не приобретать и, соответственно, не изучать. Но на этой страничке все есть, плюс это видео, которое вы сейчас смотрите. Это видео рассказывает о том, что тут мы делаем, как мы это делаем, почему вы можете почитать. Я достаточно такой замороченный человек с точки зрения детализации. Я и в работе, и в дизайне, и в создании продуктов очень сильно вкладываю всегда. Мую книгу даже специально. Написал я вот по этой теме книгу. Вот она здесь запечатана, такая толстая, 528 страниц. На нее тоже ссылочку можно посмотреть. То есть я прямо очень сильно ее целый год писал. Здесь детализировано все рассказано вообще о комплектации. Вот, поэтому, ну, вы понимаете, да, если видели или знаете мое творчество, если не видели, посмотрите, что я плохого не делаю. Я делаю такой очень качественный продукт. Вот, и цена, это просто смешная. Еще раз говорю, цена не для того, чтобы заработать на этом. Это просто для рекламы, поэтому можете смотреть и приобретать. Да, какие блоки? Давайте посмотрим. Самые важные, какие блоки у нас. Первый блок. Проверим ваши знания. Кто такие дизайнеры? Какова цена на реализацию проекта? Ну, в общем, здесь написано, о чем это. Второй блок. Ваши потребности. Какие у вас проекты? Что вы хотите делать? В зависимости от того, какой у вас объект? Я бы вам посоветовал различных типов дизайнеров. Как это сделать? Разделять? Либо все в одни руки дать? Это тоже большой вопрос. Из третьего блока. С каким дизайнером и как лучше работать? И вообще, как наладить с ним взаимовыгодное сотрудничество? Дружить с ним? Либо наоборот, держать на расстоянии? Только по договору действовать? Либо наоборот, стараться как-то войти в его положение? Либо вместе как-то взаимодействовать? Чай, кофе пить? Как нужно правильно общаться, чтобы и он чувствовал себя экспертом, и вы, соответственно, тоже не чувствовали, что к вам какое-то отношение, правильно или неправильно, а чтобы оно было именно профессионально? Здесь об этом поговорим. То есть, научу работать с дизайнерами. Блок 4. С чем предстоит столкнуться при реализации дизайн-проекта, когда у вас альбом уже готов, он перед вами лежит? И что теперь делать? Можно ли уже попрощаться с дизайнером? Нужно ли брать авторский надзор или не нужно? В общем, как если брать авторский надзор, как договорится, чтобы он был сделан на ваших условиях? Как сделать так, чтобы дизайнеру было удобно и интересно с этим работать? Потому что насильно ты не сможешь в любом случае творческого человека заставить работать. Это не работает. Вот как это сделать, чтобы это работало, будем здесь рассказывать и проверять ваши знания, и буду давать комментарии и рекомендации. Пятый блок про комплектацию. Ну, собственно, да, это вот маленькая демо-версия, о чем эта книга. Что входит в эту услугу? Кто ее должен делать, как ее делать правильно, как проверить поставщиков, как правильно заказать и сколько материалов, чтобы остался запас, либо наоборот, чтобы запаса не осталось. Здесь мы проверим ваши знания и поговорим, как действовать правильно. И шестой блок – варианты работы с дизайнером. Какие есть вообще, какие есть возможные варианты, которые вы можете выбрать на рынке, и каждый из этих вариантов влечет положительную либо отрицательную сторону. Вот это вот наши потенциальные дизайнеры, там профессионал, новичок и так далее. То есть разные есть бизнесмены, в целом по рынку дизайнеры не все одинаковые. Кто-то работает в компании, кто-то на себя, кто-то работает в команде, кто-то удаленно, кто-то неудаленно. В общем, разные варианты, и все они имеют место и право на существование. Вот важно, что вам именно подойдет как клиенту, как выбор дизайнера. Здесь будет рассказано, вы поймете плюсы и минусы каждого из выбора, и уже сможете сделать его осознанно. Кратко об эксперте. Это я, Станислав Орехов, 15 лет стажа именно в дизайне в работе, проект Аэрофлот Москва-Сити, помогаю клиентам, работаю с стандартной профессией, написал книгу, выступаю, веду обучение, веду активную деятельность. Ну, вы, наверное, видите в том числе по этому видео. Вот это вот наша студия. Когда мы в студии работали, соответственно, у нас были вот такие встречи. Сейчас вот у нас поменялась немножко концепция. То есть мы сейчас сделали такой в стиле лофт, вот, собственно, наше помещение. Сейчас мы встречаемся здесь, общаемся здесь и также защищаем проекты вот примерно так. То есть, в принципе, я защищаю проекты точно так же. Клиенты могут приехать либо ко мне в гости, либо я им также вот с экрана показываю, общаемся по скайпу. И если вдруг вы клиент, да, и захотите со мной работать, примерно так вот мы с вами сможем общаться, а вы сможете тоже мне задавать вопросы, тоже будете в окошечке. Мы будем так вот, собственно, с вами работать, если вы удаленно. Проекты у нас не только в России, но вот это вот в Подмосковье. В Подмосковье дом. Это квартира в Москве. Тоже квартира в Москве. Дом в Подмосковье. Квартира небольшая. Работаем в разных стилях. Еще один дом в Подмосковье. В целом, наша специализация – это сложные такие интересные интерьеры, которые, ну, не банальные, не стандартные. Вот такие всякие решения любим. Вот примерно наш стиль, можно с этим всем ознакомиться. Даю это для того, чтобы просто показать, что если вы первый раз меня видите, что это все не просто там я откуда-то взял, придумал, а это вот реальные объекты. Это вилла на Крите. В Москва-Сити мы делали терминал перехода. Большой у нас заказ. Именно был переход из центрального кольца внутрь, вот вниз. Там вот большие-большие площади мы делали. Плюс три офиса в IQ-квартале. Тоже все мы делали, интересно было. Это Камелия в Сочи. Большой объект по визуализации. Вот после того, как мы сделали буклет, его тут же распродали. Это дом в Сочи, реконструкция. Это дом в Сочи, наша архитектура. Мы его продали в Нигерию, этот концепт. Его там сейчас должны строить. В принципе, такая интересная интернациональная сделка. Это реконструкция в коттеджном поселке Подмосковья. Это вайнхаус. Дом в центре Москвы практически. Здесь мы делали визуализацию и видео, а также рендера для рекламы. В Баку стадион тоже мы делали концепт. Не стадион, а делали именно концепт визуализации. Ну и визуализацию тоже детского мира. Также, чтобы было понимание, я зарабатываю мы и на самом проектировании, и на ведении стройки. То есть мы помогаем в том числе ввести стройку. Авторский надзор, комплектация, управление строительством. Вот как примерно это выглядит. Вот это, кстати, на обмерах вот того дома. Да, кстати, сейчас так интуитивно прикольно. Вот вот этот дом. Я вот здесь вот сейчас стоял, вот там, и делал обмеры. Сейчас этот дом уже построен. Очень интересный, хороший получился. К сожалению, фотографии не могу показать. Из-за условий конфиденциальности клиент попросил не показывать. Но визуализация есть на нашем сайте. Дом мне очень нравится. Такой в эваком стиле получился. Можете тоже его посмотреть. Дальше. Вот сейчас такой дом делаем. Вот опять же визуализация. Вот я сейчас нахожусь в этом доме. Это наши проекты. Я сейчас нахожусь в Каннах. Это Лазурный берег во Франции. Там я делал вот проекты для реконструкции большого отеля. Провансаль Антель называется. И вот там вот сейчас идет реконструкция. И такие вот рендеры висят. Это дом Миллениум. Парки интересные. Это строители, которые делали. Здесь мы полностью делали. Это у нас бассейн. Тоже было-стало. Вот я там иду. Это наши выпускники. Мы еще обучаем курсам по дизайну интерьера. Если кому-то, кстати, актуально, кто хочет не заказывать дизайн проекта, самостоятельно стать дизайнером, вы тоже можете это сделать. Я смогу вас научить. То есть я достаточно хороший методолог. Ну, потому что, ну, иначе книгу я не написал самостоятельно. Да, книга тоже очень мощная. Можете посмотреть, как димоверсию, приобрести ее. И убедиться в таланте, скажем так, моем, который я с удовольствием передам вам. То есть у меня есть методология передачи информации и таланта. Это вот дом, который мы делали. Вот, кстати, лестница. Вот, вы ее видите. И эта же лестница у нас вот на самом верху. Сейчас я ее покажу. Вот она, уже готовая, построена. Да, уже, собственно, подтверждает, что мы из картинок делаем реальность. К сожалению, просто не всегда можно сфотографировать. Вот дом тоже мы делали внутри. Это мы на объекте строим. Наши подрядчики, наши дизайнеры, архитекторы, комплектаторы, менеджеры. Мы, в общем, полный комплект. Собираемся и помогаем клиенту. Это наши студенты. Как раз на доме я показываю, обмеры делаем. Мы как происходит. Да, обучение у нас удаленное. Вот примерно в таком же формате, как мы сейчас работаем. Но есть иногда выезды. Мы выезжаем. У нас открытые занятия бывают либо у нас вот здесь в офисе, либо иногда, когда клиенты разрешают. Поймите тоже правильно. Не всегда получается клиентам приехать. Но если удается договориться, то, конечно же, мы тоже выезжаем. Да, если мы будем вам делать квартиру, если вы захотите у нас заказать квартиру либо дом, если у вас будет возможность пригласить там наших студентов тоже, либо, кстати, воспользоваться их услугами. Их услуги стоят или бесплатно, или недорого. При этом я смотрю за тем, как они получаются. Такая опция есть. Если вам интересно сделать, напишите тоже о своей квартире либо доме мне. И, ну, если мои услуги вдруг окажутся вам дороги, то я посоветую вам, студентов, у нас замечательные вот девушки, они работают по моей технологии. Более того, я смотрю, как они делают. То есть я еще надзор осуществляю за тем, как они работают. Почему я это делаю? Все очень просто. Потому что мне выгодно, чтобы мои студенты учились работать на практике. Сам работать, как бы, я не всегда успеваю со всеми проектами, но я могу посоветовать. Мы также встречаемся, вот, примерно, в таком формате. И я разбираю, советую там, как сделать правильно, как сделать неправильно. Девчонки очень талантливы, поэтому рекомендую. Обращайтесь смело. Смотрите у нас либо на сайте выпускниках, либо мне пишите о своем проекте. И, соответственно, я посоветую вам замечательных дизайнеров. Ну, вот, такие разные вещи мы делаем. Стройку, наш архитектор. Вот я на лестнице, как было, как стало. Ну, и так далее. Собственно, вот, запустить тренажер можно очень просто. Нажимаете сюда. После того, как вы пройдете, если у вас будут дополнительные вопросы, в целом мы сможем с вами созвониться, я вас как-то проконсультирую. То есть у вас будет полная ясность. Это очень здорово. Просто, чтобы мне не пришлось вам пересказывать все вот эти вот моменты, которые у меня здесь описаны в тренажере, вы просто их просчитаете спокойненько, аккуратненько, там, за завтраком. И мы уже с вами поговорим предметно. Да, я вам просто расскажу. У меня нет задачи вам продать. У меня есть задача просто, чтобы людей компетентных, в том числе клиентов, стало больше. Вот, надеюсь, вы из таких. Вам это все понравится. Пользуйтесь этим материалом. Если какие-то вопросы, пишите мне на почту. Под этим видео внизу будут ссылочки на наш сайт, на нашу почту, на наши контакты. В общем, все будет. И увидимся. Итак, с вами был Станислав Орехов, дизайнер, ваш дизайнер и ваш проводник в мир. Дизайнер логичного, четкого, последовательно-системного. Чтобы вам никогда не приходилось сталкиваться с дополнительной тратой денег, времени и какими-то проблемами. Любые проблемы можно решить заранее. И как это сделать, я вам расскажу.